Приветствую вас! И вот мы с вами наконец-то подошли к нашему ключевому видео о том, как приобрести земельный участок абсолютно бесплатно. Как я уже говорила, это не миф и не сказка. Это один из способов, как можно абсолютно реально, абсолютно легально получить земельный участок от государства и пользоваться им так, как вам необходимо. То есть вы можете его продать, сдать или пользоваться в своих нуждах. Об этом способе информации в интернете практически нету, а если информация есть, только она просто обширная, нету никаких пошаговых действий. И вот наша с вами задача сегодня разобраться, как же все-таки приобретать земельный участок, что необходимо сделать для этого. По закону, по закону, да, то есть вы уже это должны знать, что каждый человек в России имеет право оформить земельный участок абсолютно бесплатно. Распространяется это не на все земельные участки, а только на определенный вид земельных участков. И вот мы с вами будем это более подробно разбирать. Сделать это уже можно, да, то есть сделать это можно только земельными участками, которые принадлежат садовому некоммерческому товариществу, сокращенно СНТ. Не дачному, да, то есть некоммерческому товариществу, а именно СНТ. То есть вы должны это понимать. Это регламентируется 137-м федеральным законом. И очень важный такой момент. Участок должен находиться в СНТ. Проверить это можно с помощью публичной кадастровой карты. То есть если вы помните, на предыдущих уроках мы сначала искали кадастровый номер и кадастровую стоимость в первом уроке. Во втором уроке мы с вами научились пользоваться публичной кадастровой карты, которым мобильная версия кадастровую. И вот там, да, то есть земли населенных пунктов, и там был адрес. И вот вместо адреса у нас должно быть указано СНТ такое-то, такое-то, да, то есть земли сельхоз назначения СНТ такое-то, такое-то. И вот именно с этими СНТ мы будем с вами работать. И также очень важно, что участок, так же как и в любых других, при работе с любыми другими земельными участками, не должен быть обведен красными границами. То есть участок должен быть не размежеван и не стоять на кадастровом учете. То есть у земельного участка должен быть один собственник, это государство. Да, то есть неучтенные земли собственник именно будет являться государством. Также очень важно, что на участке не должно быть никаких строений, ни старых, ни заброшенных, ни разваленных, да, то есть абсолютно никаких строений. Это первый признак того, что, ну, участок нам подходит. Помимо того, что мы смотрим на публичную кадастровую карту, мы обязательно должны выехать на место и посмотреть, действительно ли так, да, то есть действительно ли публичная кадастровая карта не ошибается, спутниковые снимки, да, то есть увидели абсолютно все, и участок свободен, и там никаких строений нет, и что участок не обрабатывается, да, то есть очень важный такой момент. И также важно, что у нас есть, подразделяются земельные участки на две категории, это на заброшенные земельные участки и невостребованные земельные участки. То есть заброшенные земельные участки – это те, которые давно кому-то предоставлялись, да, то есть вот право собственности давно кому-то давалось, но теперь находятся в заброшенном состоянии. То есть тут такой момент, тут нужно проверять выписку ЕГРН, что оформлено ли право, то есть если выдавалось на праве бессрочного пользования, да, то есть то в этом случае, если участок заброшен, если членские вносы не платятся, то мы имеем право приобрести этот земельный участок, то есть сформировать его для себя. То есть он не числится за этим человеком, если там нету никаких строений, да, то есть это легко, то есть это спорить, да, то есть и с этим работать. То есть мы с этими участками, мы, конечно же, спокойно работаем с нашими именно заброшенными земельными участками. То есть ключевое слово, что право собственности на них не должно быть зарегистрировано. И есть невостребованные земельные участки. Невостребованные – это когда они никогда никому не принадлежали, их не выделяли. То есть в СНТ они есть, но, да, то есть председатель никогда никому их не выдавал. Вот такие земельные участки нам на самом-то деле подходят больше всего, потому что, ну, с ними меньше проблем. Если в первом случае в заброшенном, если право оформлено, то, ну, нам придется, например, искать наследников, либо это вообще не наши варианты, да, то есть больше работу проводить, то когда они не востребованы, когда они никому не были предоставлены, да, то есть, конечно же, с ними намного проще работать и проверять такие участки. И, то есть, когда мы лично убедились, да, что земельный участок свободен, мы посмотрели, да, то есть на его, на земельный участок, и, в принципе, уже можем предположить, какой он, невостребованный или заброшенный земельный участок. Но я так думаю, если бы земельный участок был бы невостребован, да, то есть именно невостребован, ну, невостребован, то там бы не было огорожено ничего. Если земельный участок заброшенный, то он в любом случае хотя бы хоть каким-то заборчиком огорожен, да, то есть, ну, хоть что-то там на участке есть, это 100%. То есть, коллеги, еще раз, мы с вами убедились, что участок свободен, что участок не востребован или заброшен. А садовое товарищество, да, то есть, тут тоже такой ключевой момент, создано до 2001 года. Таких у нас СНТ-шек порядка 80% по всей России, потому что они могут периодически юридические лица меняться, но само СНТ, само СНТ, да, то есть, создано именно до 2001 года. Для этого нам нужно именно восстанавливать историю создания СНТ, то есть, понимать. То есть, мы убедились еще раз, что участок свободен, что СНТ создано до 2001 года, значит, мы переходим к следующему этапу. Мы вступаем в члены СНТ, да, то есть, мы подходим к председателю и говорим, что мы хотим вступить в члены СНТ. Решение о принятии вас в члены садового товарищества выносит не председатель, а именно общее решение собрания всех членов СНТ. Как показывает практика, на самом-то деле, то есть, лучше принять человека, чтобы земельный участок обрабатывался, чтобы он не портил глаз, да, то есть, чтобы соседи не обрабатывали его, да, то есть, они не хотят смотреть на то, что там происходит. То есть, лучше человека принять. То есть, здесь, ну, 99 целых человек, 99% будет единогласно принимать все это решение. А вот сделать общее собрание, собрать его, может председатель. Поэтому вам важно связаться напрямую с председателем и заявить о своем желании стать членом СНТ. Это несложно, главное, да, то есть, понимать полностью процедуру, то есть, что нам необходимо сделать. От председателя вам нужно получить пакет документов. В каких пакет документов? Это учредительные документы на общество. Это документы об отводе земельного участка в СНТ и документы, подтверждающие ваше членство. То есть, и здесь, коллеги, важно понимать, что земельными участками распоряжается не председатель. Все эти документы не дают вам право сразу собственности на участок. То есть, они лишь служат основанием для вашего обращения в администрацию с вашей схемой расположения земельного участка. А вот администрация уже может официально предоставить землю вам в собственность. То есть, уловите этот момент, да, то есть, это, ну, не все понимают. И порой возникает вопрос, а почему я вроде бы все сделал, почему не сразу все это в собственность? То есть, вы подготавливаете схему, получаете пакет документов, это мы делать умеем. Подготавливаете схему, это мы тоже уже делать умеем на примере Росреестра. То есть, у вас была методическая рекомендация, да, то есть, так как Росреестра у нас не работала, но мы в любом случае подготовили. И подаете заявление в администрацию. Все, ждете ответа. В принципе, сложного абсолютно ничего нет, да, то есть, это абсолютно понятная пошаговая схема, как мы можем приобрести земельный участок абсолютно бесплатно. Но, как показывает практика, часто бывает, что администрация дает отказ. То есть, в 80% случаев администрация, да, то есть, ну, она дает отказ. И в этом случае вам нужно будет обратиться в суд. Стоимость госпошлины составляет 300 рублей. Стоимость искового заявления, ну, в зависимости от региона, от 5000 рублей она составляет, да, то есть, ну, мы подготовили полностью шаблоны и подготовили всю судебную практику, для того, чтобы вы понимали, что действительно этот способ работает. И полностью на расширенном курсе, чтобы вы не пользовались никакими услугами, там, кадастровых инженеров, юристов, да, то есть, и так далее. То есть, по шаблонам смогли все сделать самостоятельно, мы тоже за вас сделали, мы тоже вас подготовили. И я знаю, что многие из вас на протяжении долгого времени писали, мне спрашивали, как же все-таки работать в СНД, как же заработать, получить земельный участок абсолютно бесплатно, потому что, ну, как показывает практика, ну, с финансами у людей всегда, ну, по-разному бывает. И вот сейчас мы с вами разобрали способ, как приобрести земельный участок бесплатно. То есть, сейчас у вас есть два варианта. И первый вариант – это на этом мы с вами прощаемся, вы уходите в свободный мир плавания, да, то есть, и вы сами ищите всю интересующую вас информацию в интернете, в книжках, набиваете свои шишки, ездите, консультируетесь с кадастровым инженером, ездите, консультируетесь с юристами, да, то есть, ну, делайте все это за свой счет. Это первый вариант, самый простой информации, то, что мы с вами за три дня интенсива, да, то есть, за три видеоурока изучили, предостаточно, чтобы дальше понимать, как вы можете работать. У вас есть три способа, чтобы работать. Первый способ – это согласовать в населенном пункте. И второй способ – это приобрести земельный участок на торгах. И третий способ – это работать с СНТшками. Кому, как удобно, да, то есть, вот эти три варианта, они гарантируют 100% удачу. Потому что, если вам не нравится работать с председателями, да, то есть, обзванивайте, искайте СНТ, то вы можете согласовывать в населенном пункте. Если вам не нравится работать с администрацией, то вы спокойно можете приобретать на торгах. То есть, как вам удобно, да, то есть, еще раз, вариант первый – вы сами ищите всю интересующую вас информацию, набиваете шишки, там, набиваете свои шишки и получаете все самостоятельно, да, то есть, уже потом, ну, смотрите, нужно было или не нужно было идти с нами дальше. В целом ничего в этом страшного нету, никто никого не осуждает. То есть, каждый хозяин своей жизни. И второй вариант – вы идете с нами дальше на расширенный платный курс. С информацией о расширенном курсе вы можете ознакомиться в отдельном уроке. То есть, не в этом уроке мы вам предоставим, а в следующем уроке, чтобы, ну, если вас не интересует, если вы хотите пойти по первому варианту, то вы спокойно зашли, посмотрели, ознакомились, уже приняли для себя решение, хотите выйти с нами дальше или не хотите. Мне бы хотелось сразу с вами проговорить. Такой момент, да, то есть, очень часто бывает так, что люди на эмоциях, именно на эмоциях приобретают какие-либо курсы, приобретают вещи, да. То есть, здесь работа с землей – это не про эмоции, это труд, это ответственность. И если у вас остались там последние деньги, либо вам приходит какое-либо детское пособие, либо вы хотите вообще взять кредит, да, то есть, ну, для работы с земельными участками, то я вам не советую это делать. Я хочу, чтобы на моем курсе были ответственные взрослые люди, которые понимали, зачем они пришли, чтобы выбрали для себя одну из стратегий для работы и работали, да, то есть, не платили кредит потом, не ныли, что вы потратили деньги, да, то есть, там, детское пособие на обучающий курс, а он вам, ну, там, не пригодился, не ныли, что у вас нет времени на то, чтобы пройти курс, да, то есть, и вы что-то попробовали, у вас не получилось, нет. Работа с землей – это сложно, это ответственно, и нужно выполнять пошаговые действия, если не ежедневно, то как минимум еженедельно, чтобы добиться здесь какого-либо результата. Отказы будут. Отказы судебные, отказы в населенных пунктах назначения. Также вы можете не выиграть торги, да, то есть, пройдя мой курс, это не гарантирует вам 100% победы, то есть, это не проходной билет в администрацию, это получение непосредственно важной информации именно для вас, той, которой нет в интернете. А для себя за каждую информацию я заплатила, ну, не одну тысячу рублей, даже не десятки тысяч рублей, потому что первично все шишки я набивала на себе, приобретала курсы, отрабатывала, готовила для вас шаблоны, консультировалась с кадастровыми инженерами, юристами, ходила по судам, и стоимость, в принципе, всех трех курсов, да, то есть, торгов, согласование в населенном пункте, работа СНТ, обошлось для меня не менее чем 300 тысяч рублей. И, ну, это был мой выбор, да, то есть, я вот такой человек, и мне нужно все пройти самой, прежде чем потом вещать перед кем-то. Вы решаете самостоятельно, как вы работаете, да, то есть, в каком регионе вы работаете, и по какой схеме вы работаете. Коллеги, на этом мы с вами подходим к концу, уже в будущем, да, то есть, коллеги, на этом мы с вами подходим к концу. Мне безумно рада было проводить с вами интенсив. Следующее, что нас с вами ждет, это консультации, то есть, как это сделать? Конечно же, будет написано на нашей платформе. До скорых встреч!